Всем привет! Многие маловары сейчас тонируют цветы тенями. Естественно, я тоже этим занимаюсь. Приобрела палетку на Valparis, довольно недорогую, такую же, как и у всех, но мне не нравился эффект, который получается на цветах. Пигмент ложится плохо, какие-то остаются крупинки непонятные, бывает даже не упирается, но в общем, я думаю, что так не только у меня. Я думала, что проблема в том, что тени мои были около 300 рублей, то есть недорогие. Попробовала тени свои, которыми пользуюсь я. Они, конечно, серые и голубые, но тем не менее, это дорогая, хорошая фирма. И попробовала я их на мыле, тот же самый эффект. В связи с этим я начала проводить небольшие эксперименты. Пробовала кукурузный крахмал, картофельный крахмал, и в итоге остановилась я на детской присыпке. Сейчас мы будем делать обалденные пигменты для того, чтобы тонировать цветы. Ложатся идеально, цвета нереальные. Что нам понадобится, девочки, обыкновенная детская присыпка. Любая подойдет. Наверное, она лучше, чем просто крахмал, из-за того, что она содержит еще и талик. Кроме этого, нам нужен будет пигмент на водной основе. Гелевый пигмент не подойдет, он не высохнет. То есть, пигментные пасты, которые мы разводим водичкой. Я использую пигменты с мыльной вечеринки, пигментные пасты. Сейчас, кстати, на них на Валберес обалденная акция. Они вообще стоят копейки, флакончики по 30 мл. Только не забудьте их водой развести. Вы получите пол флакона пигмента, добавляете воды до полного флакона, струсили и все готово. Давайте по-быстрому, я не буду вас задерживать, но пробуйте, вам понравится. Берем детскую присыпку. Немножко. Хватает этого пигмента очень надолго. Пигменты, я думаю, на водной основе есть у всех. У кого нет, можно приобрести. Хотя, наверное, у всех есть. И смотрите, капаем несколько капелек. Так, чтобы не было у нас тут воды, но так, чтобы такая у нас кашица получилась. Чтобы весь крахмальчик у нас вмешался. Все. Мы его вот так размешали и оставляем. Получается непонятно что, как нам кажется, да? Но на самом деле уже все готово, девочки. Оставляем его сохнуть. Я делала вчера вечером в стаканчиках, вот так в рюмочках бросила. Утром проснулась, пигмент готов. Ну, в принципе, часа, наверное, 3-4 ему нужно. Тут главное, чтобы он очень хорошо полностью высох. То есть был такой вот сухой порошок. Если для вас пигмент яркий, вам кажется, что он ярковат, тогда возьмите больше вот этой присыпки. Ну, или, как я сказала уже, можно взять картофельный или кукурузный крахмал. Между прочим, разницы я не заметила. И даже он ложится на мыло лучше, чем вот то, что мы покупаем с вами тени для глаз. Все. Через 3 часа примерно вот это все будет готово. Девочки, пробовала в микроволновке просушить. Поставила рюмочку. Осталась без рюмочки. Поэтому пусть лучше вот так вот сухнет на свежем воздухе. И вот они, пигменты, которые уже готовы. Я использовала такую вот бальзамницу маленькую, потому что, ну, неудобно, конечно, в рюмочках мы же их хранить не будем. Они, конечно, вот такие рассыпчатые получаются, но видите, просто вот такой вот сухой полностью порошочек у нас получается цветной. Если яркий, добавьте сюда немножечко еще присыпки, он будет бледней. Ну, а вот все оттенки есть. Я сейчас еще сделаю себе коричневый, потому что мне очень нравится тонировать листочки роз. Просто сами розочки, кончики вот кое-где, знаете, коричневым. Потом кончики листов тюльпана, которые мыльные, листочки тюльпана. Тоже, если вот кончик чуть коричневым затонировать, обалденно получается. Давайте просто я вам так покажу, да, по-быстренькому. Берем немножечко. Давайте просто как бы серединку затонируем. Он ложится намного лучше, вообще идеально. Я долго думала, что, знаете, может со мной что-то не так, или не так с тенями. Повторюсь, что пробовала разные тени, даже свои. Я покупаю себе, ну, у меня контактные линзы ношу, поэтому я покупаю себе тени хорошего качества, которые не осыпаются в глаза. И они тоже, ну, некрасиво вот оно, неравномерно ложится все это. И вот просто серединочку, к примеру, да, давайте зелененьким пройдемся. Такое вот ровненькое получается покрытие. Ну, просто обалдеть. Даже если вот больше сюда мы наберем, потом просто сдуем. Смотрите, какая красота. Не знаю, видно вам, нет? В общем, обалденно, девчонки. Всеми цветами можно сделать вот таких вот маленьких себе пигментиков. Дешево и намного лучше эффект. Пробуйте. Смотрите, красный подсох. И вот такая красота получается. Можно, конечно, использовать кандурин. Единственное, что нужно брать его не перламутровых оттенков. Но это, конечно, намного же дороже. Плюс я пробовала просто сухие неоновые пигменты разбавлять, разводить и чистыми тоже покрывать не получается. То есть эффект не тот. А вот тут я довольна. Все. Спасибо. Всем пока.